И снова здравствуйте, мои дорогие приятели! Я на даче. У нас солнечный погожий денек, легкий ветерок, так уютно, тепло, приятно. И сегодня мой рассказ такой солнечный, такой счастливый пойдет о нашем приемыше, о рыжике. Кстати, вот он тут у меня в ногах, сейчас покажу, переключу камеру и покажу этого лоскучего котика и расскажу о его счастливой судьбе, о том, как он нашел хозяина и вообще как он у нас живет, как мы за ним сейчас ухаживаем, но отдадим мы его только в августе, потому что ему обязательно нужно поставить прививку. Одну прививку мы уже поставили, а теперь еще вторую в августе и все, и хозяюшка с девочкой ждут. А кто хозяюшка, я вам потом обязательно покажу ее и счастливого котика на ее руках. Ну а теперь о рыжике, только о нем сегодня. Хочу показать вам, как нас чувствует, живет рыжик. Вот так вот на диванчике. Паш, ты его накрыл, потому что ему, чтобы холодно не было, да? Да. Ну вот так вот. Отдыхают, спят вместе. Несмотря на то, что у нас еще Мотичка есть, вы знаете. Он у нас как родной. И будет у нас актером. Великим актером, которого мы будем постоянно снимать, красавчика. Знаменитостью нашей будет местной. Да, родной мой. И сейчас покажу, чем мы кормим. Кормим мы его, конечно же, всем тем, чем и наших животных. А этот, Джемика подстригли. Вот такой он подстриженный льенок у нас. Так, не нравится. Лишь, соседство не нравится. Да, мой сладкий, привет. Привет, мой сладенький. Иди сюда, иди поглажь. Иди, мой красавчик, поглажь. Ну вот такой вот. Смотрите, какой у нас тандем. Точнее, даже трио, трио. Так, пойду покажу, чем кормим. Знаю, что очень многие люди переживают за рыжика. Не переживайте, на улице он однозначно не останется. Это я вам обещаю. Как я уже писала в комментариях, не смогу сама жить с этим потом. Ну, а пока вот так вот. Так, еще. Мармазитка моя пришла тут. Маленькая обезьянка. Так, ну все, сейчас покажу. На даче хотела показать вход в наш дом. Сделали вот такую дверцу сетчатую. Продается у нас на тысячу стоит 170 рублей. Ну, что, короче, 1200 примерно стоит. По-моему, в Леруа нам покупал наш сосед. Он себе купил, нам купил. Вот именно для того, чтобы мы постоянно ходим, постоянно магниты с этих сеток вываливаются. Очень сложно. Мы меняем иногда даже по три раза эти сетки за сезон. Ну, а дверцу, надеюсь, продержится чуть подольше. Вот муж сделал. И все замечательно. Теперь у нас сетка с обувью. Вот так вот разбросанной. Сейчас вот приехала только с магазина. Хотела показать вам вот такой пакет. Вот такой замечательный пакет с кормом. Здесь лечку я кормлю кормом педигри в соусе. Она кушает только это. И не просто это, а вот ее чашечка. Мне еще приходится сюда добавлять кусочки колбаски или мяска. Потому что столько лет есть один корм, она уже не может. Поэтому мы ей таким образом хотя бы разбавляем пищу для вкусности. Все же мы любим вкусненько покушать, да? Ну вот. И лечка в том числе. А это моти и рыжику. Судя по тому, что моти любит только желе, поэтому и рыжику мы тоже, соответственно, покупаем в желе. Я думаю, что он непривередливый. Ну, по крайней мере, ест за обе щеки. И кушает замечательно. Но знаю, что коршечек не надо раскармливать. Все прекрасно понимаю. Но моти не может у нас без сухого корма. Поэтому она кушает только почти сухой корм. Это мы так уже больше даже для рыжика стали покупать. А моти кушает вот этот корм виска с желе. Только, ну, буквально по чуть-чуть, там, по полпакетика в день. В основном она у нас кушает виска с сухой корм. И, соответственно, ну, что-то типа этого тоже. То, что кушаем, может быть, немножечко дадим со стола. Стараемся животных не перегружать пищей, а как-то более-менее скромно их кормить. Но вкусно. Скромно, но вкусно. А сейчас покажу мотиные чашечки. Я как-то уже показывала, когда она у нас дома жила, что у нее, только у нее одной было четыре чашки. Вот такая у нас девочка. Уличная девочка. Все поражаются ею. А, еще вот здесь у меня пакет. Это, вот еще там, за углом, за беседкой стоит пакет. Это я просто тоже привезла из дома. Вот еще раз говорю, ничего не выбрасываем. И любимая наша фраза семейная. Хочу тоже ее неоднократно повторить, раз речь идет о животных наших. Это, ну, Костя, вот, кстати, варила борщ. Это Костя. Эта фраза заключается в том, что для кого-то это мусор, отходы, а для кого-то это жизнь. Поэтому хочется как-то, хоть немножко помочь уличным бесхозным животным. Всех не приютишь, всех не убаюкаешь, всех не обласкаешь и не возьмешь себе. Но хоть как-то чем-то помочь. Может быть, можете считать, что в оправдании, я не знаю, но пытаемся так же. Вот с личкой ходим к нашим бездомным животным. Не только мы, конечно, ходим, и другие люди и подкармливают их. И зимой тоже мой муж всегда берет из дома вот отходы, кости или что-то еще. Или начинается, когда что-то прокисшее становится, да, вот немножечко. Они прекрасно это все съедают, как ни странно. Так, сейчас покажу вам. Ну что ж, вот он, мотинг корм. Две чашки больших с водой и с сухим кормом. И вот такая небольшая чашка с соусом. Корм такой жидкий, да, который я вам показывала в пакетах. И во вторую половинку чашки мы всегда наливаем ряженку, либо сливки, либо молочко. То, что любят кошечки наши. Хотела вам еще показать чемодан. Он, конечно, отсвечивает. Нашла его тоже на помойке. Шикарный чемодан. Замечательный внутренний стен. Естественно, он будет потом у нас использоваться для интерьера. А сейчас мы в него положили... Видите, уже сделали, закрепили. Не стану его раскрывать. Сейчас он такой вот как кожаный. Ну, конечно, кожзам. Советский. У нас у папы такой был чемодан. Он в командировке с ним съездил. Я точно помню. Только у него был он еще более оранжевый. А здесь как-то более коричневатый. И вот мы положили туда книги, чтобы наши животные смогли запрыгивать спокойно на диванчик, который у нас расположен на беседке около дома. Поэтому что хочу сказать? Обращайте внимание на то, что проходите мимо. И в том числе на наши драгоценные помойки, в которых действительно бывают уникальные вещи. Я считаю, что эта вещь уникальна просто. Пока снимаю, разлила личке чашку. Да, моя крошечка? Моя девочка, да? Моя сладкуси. Джеймик у нас, личка и мотичка. И рыжик. Ой, у нас каждый раз пополняется. Кстати, про рыжика. Сейчас покажу, где он и что он. Еще раз показываю, как живут. Коты, уличные, в нашем доме. Вот так вот. Такая скромная, скромная жизнь. Да, это я обращаюсь к своему подписчику Михаилу Кириллову. Таите, таите. Нас и здесь неплохо кормят. Да, рыжик? Молечка моя, красотулечка моя намывается. Как у нас говорят, гостей намывает. Рыжик, мальчик мой. Ну иди сюда. Иди, мой мальчик. Иди, мой зайчик. Холеный котик у нас стал. Шерсть блестит. Сам такой весь красивый-прекрасивый. Лоскучий-прелоскучий. Да. И говоручий-преговоручий. С нами разговаривает. Общается. Около ножек вьется. Гуляет. Потом приходит. Ну, в общем, золотой кот. И при этом никогда не царапается. Потому что, ну, сами знаете, у него нет когтей. О нем я хочу рассказать следующее. Он у нас нашел себе хозяйку. Точнее, сначала, вот я так вот его в поле зрения держу, чтобы вы любовались этим замечательным животным. Сначала я договорилась со своими знакомыми ветеринарами, которые работают в магазине у нас. И мои знакомые, которые помогали мне с моей подобранной вороной, приемышем тоже. Ну, к сожалению, Варя, ворона наша умерла, не выдержав вторую повторную операцию. А вот Рыжик у нас остался. И новый приемыш. И он живой у нас. С ним ничего не случится. Правда? Так вот, ветеринары сказали, что приноси. Но нужно для того, чтобы обезопасить, так сказать, здоровье и жизнь других животных, находящихся у них на передержке, нужно поставить им два укола. Отчунки, ну и всего-всего там прочего. В общем, один укол уже муж съездил. Поставили. Вел он себя прекрасно, Рыжик. Все было замечательно. И в дороге он себя замечательно вел в переносной сумке. Ну, видно, что котик был домашний. И, в общем-то, его возили, видно, с собой. И когда поставили один укол, сказали, второй укол нужно ставить в конце месяца. И вот в конце месяца мы поедем, поставим новый укол. А за это время он уже будет жить у нас. И живет у нас. И уже обжился, конечно, здесь все замечательно. И с животными нашими нашел общий язык практически. Ну, в общем, все замечательно. А вообще они планировали, ветеринары, брать к себе в магазин его и держать его на передержку. У них очень большой поток людей, очень огромный. И все животные, которые им отдаются, они очень такие добросердечные люди, порядочные. Ну, в общем, такие же, наверное, как мы все с вами. Те, кто не может пройти мимо чужого горя, в том числе и горе животного. И они берут бесплатно, делают операции, бесплатно ставят уколы, бесплатно принимают в приют вот таких животных на передержку, чтобы люди смотрели и потом их к себе забирали. Таких животных у них очень много. Но не всех, конечно, не принимают. Ну, по старой памяти, так сказать, они решили взять его. Однако за это время к нашим соседям, Гене, знаете вы сами, приехала сестра Гены, Олечка, и со своей доченькой. И им Рыжик очень понравился. Мы назвать решили его Леопольд. Им это тоже имя понравилось. Они с ним поводились, подержали его в руках. Ну, в общем, поняли, что это их кот. И они сказали, что после второго укола, после второй прививочки, они его забирают к себе. Так что вот, Рыжик наш, счастливый котеночек, да? Ты наш хороший мальчик. Потому что хорошим мальчикам везет. Они хорошо себя ведут, да? Им везет. Ну, вот. На этом счастливая история не заканчивается, а продолжится еще в конце июля, начале августа, когда мы будем передавать из рук в руки нашего Рыжика. Хорошо тебе, малыш, там? Хорошо, да? В тенечке. Хорошо, солнышко светит. А ты в тенечке спрятался под кустик моей курильского чая, лобчаточки, которая вот начинает зацветать желтым цветом. Любимый мой кустарник, потому что всегда цветет и такой неприхотливый, как маленькие розочки. Ну, отдыхай, мой хороший, молодой мальчик. Отдыхай, отдыхай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok